здравствуйте мои дорогие приветствую вас на своем канале о том о всем с ксюшей этот канал из норвегии и конечно же мы будем лазить по горам собирать грибы ягоды рыбачить собирать лечебные травы готовить путешествовать но сегодня я хочу поговорить снова о беженцах потому что эта тема многих интересует сегодня я хочу рассказать что происходит с беженцем как только он попадает в норвегию и какую финансовую поддержку дает норвегия на 1403 22 года конечно этот обзор может обновляться по мере появления новых правил процесс получения статуса беженца в норвегии делится на три этапа фаза по прибытию фаза просителя убежища и фаза заселения первая фаза это фаза по прибытию и она может быть двух видов первый это когда беженец попадает центр для беженцев по прибытию в норвегию здесь иммиграционная служба полиции отвечает за регистрацию в норвегии и регистрацию вашего заявления о защите здесь проводятся все переговоры с норвежскими властями а также обязательные медицинские осмотры вы будете экипированной одеждой и тем что вам нужно в первые дни в норвегии национальных приемных центрах предоставляется бесплатное питание и проживание вы также получите финансовую поддержку в размере около 80 крон это приблизительно 8 евро в день на человека пребывание в приемном центре недолговечно и процесс должен пройти быстро потому что то регистрацию вас очень ограниченные права как только ваши заявления будут зарегистрированы вы получите регистрационный номер лица ищущего убежище временный номер социального страхования вам будет выдана карта временного проживания подтверждающая что вы являетесь лицом ищущим убежище с действительным пребыванием норвегии и правом на бесплатное медицинское обслуживание помощь кризисных ситуациях и тому подобное второй вид это пребывание к частному лицу родственникам в семью как только что прибывший беженец прибыл к частному лицу это частное лицо берет на себя ответственность за содержание вас на этапе прибытия то есть они покрывают расходы на жилье и питание одежду и другие вещи с 16 0 3 22 года можно зарегистрироваться в качестве беженца в отдельных полицейских участках но не во всех об определенных и это рекомендуется сделать как можно быстрее противном случае вы можете зарегистрироваться национальном приемном центре период когда вы не зарегистрированы вы не имеете доступа к каким-либо правам норвегии и вы являетесь гостем на обычном безвизовом перебывании вы имеете право на неотложную помощь в отделении неотложной помощи только в случае болезни поэтому очень важно чтобы вы зарегистрировались как можно скорее любым способом норвегия также рассматривает чтобы люди бежавшие из украины в норвегию и живущие у частного лица могли получать пособия на проживание и другие коммунальные услуги но это пока в стадии рассмотрения по завершению регистрации вы как и все другие просители убежища получаете карту временного проживания и номер а также доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и лечению специальных медицинских службах больницах этот этап длится с момента регистрации вашего заявления в полиции и уда и до обработки дела с коллективной защитой это пройдет довольно быстро если вы жили в национальном центре приема теперь вы перейти в обычный центр приема убежища это обычный большой дом где у каждого кто там живет есть своя комната и обычно большая кухня и гостиная к те кто живет таких приемных обычно покупают и готовят себе еду и получают более высокую дневную норму денег на покупку еды там есть общие гостиные и кухни множество социальных мероприятий курсы норвежского языка поскольку у украинцев есть коллективная защита и поэтому процесс предоставления убежища проходит быстро трудно сказать какие предложения естественное заключение в эту фазу теперь рассмотрим стадию просителя убежища беженца живущего у частного лица после того как он зарегистрирован как лицо ищущий убежище с легальным проживанием в норвегии он также имеет право на бесплатное медицинское обслуживание в больнице или в другом специализированном медицинском учреждении норвегия также рассматривает чтобы беженцы живущие у частного лица могли получать какую-то дотацию но это тоже стадии рассмотрения на сегодняшний день но я хочу также подчеркнуть что эта фаза будет недолгой потому что украинцев уже есть коллективная защита но если у вас есть расходы на лекарства и расходы на детей вы можете обратиться за финансовой помощью в нав но эта помощь зависит от коммуны в которой вы живете и последний этап это расчетный этап этот этап начинается после того как у ды обработает ваше дело и вам будет предоставлен статус беженца тогда вы больше не просите любежище а беженец гораздо более сильными правами теперь вам будет предоставлено жилье и вы будете интегрировать в норвегию с помощью муниципальной службы по делам беженцев если вы живете у частного лица вы узнаете в каком муниципалитете кому не вы будете жить и когда сможете туда поехать если у вас уже есть подходящее жилье вам скорее всего разрешат там жить на формально ответственность за вас переходит от государства кому не служба по делам беженцев где вы будете жить будет уведомлена о вашем приезде и подготовит для вас квартиру с бытовой техникой мебелью мебелью для кухни постельным бельем полотенцем и всем необходимым оборудованием которое нужно для нормальной жизни если у вас есть маленькие дети вы также получите детскую кроватку также вы получите стартовое пособие которое отличается от коммуна коммуне и приблизительно составляет 20000 крон это около 2000 евро которые вы в первую очередь должны использовать для одежды телевизора и так далее если у вас есть дети вы получите все необходимое для школы и детского сада заявление на школу будет подано до вашего приезда если ребенку меньше 6 лет то заявка на место в детском саду и ребенок получит это как только появится свободное место вы будете иметь право на лечение зубов на сумму до 6000 норвежских крон это 600 евро в норвегии стоматология платная и очень дорогая и поставить пломбу стоит до 300 евро если вам от 18 до 55 лет вы имеете право и обязанность на водную программу где вы получаете отдельного репетитора который будет вам помогать вы получите помощь переводе документов помощь подачи заявления на получение разрешения на работу и место на обязательном курсе норвежского языка пока у вас есть водная программа дети имеют право на бесплатное посещение детского сада вы также имеете право на заработную плату за участие в программе вступительное пособие в размере около 13000 норвежских крон после уплаты налогов это около 1400 евро работа или образование является основной целью программы пока вы ожидаете запуска программы и получения оплаты вы будете получать пособие по ожиданию это покрытие расходов на проживание квартира и электричество и около шести с половиной тысяч а это 650 евро плюс доплата на детей к проживанию если у вас есть дети норвежский совет по делам беженцев также поможет вам подать заявление на получение пособия на ребенка 1 это около 1600 крон приблизительно 160 евро на ребенка если вам больше 67 лет или вы не можете работать из-за болезни норвежский совет по делам беженцев поможет вам подать заявление на получение альтернативного дохода до тех пор пока вы не проживете в норвегии три года это дополнительное пособие для беженцев инвалидов от на в которая представляет собой государственное пособие заменяющее пособие по социальному обеспечению для получения которых требуется три года проживания пенсия по старости различные виды социального обеспечения для больных и инвалидов дополнительное пособие составляет около 16 тысяч крон месяц это приблизительно 1600 евро и оно должно облагаться налогом также как и другая заработная плата надеюсь что мое видео вам было чем-то полезно если вам понравилось видео ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал о том осем с ксюшей может быть он вам будет чем-то полезен а может просто интересен